Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы читали первое послание фессалоникийцам. Давайте посмотрим еще раз. Первое, фессалоникийцам 3.10. Павел пишет в фессалоникийской церкви, «Ночи, день, всеусердно молясь». Заметьте, это для него важно, так? Потому что он молится всеусердно об этом. О чем он молится? Чтобы видеть их лицо. Чтобы дополнить, чего недостает их вере. Опасно нашей вере быть неполноценной. Опасно, когда в ней чего-то недостает, потому что, когда приходят чрезвычайные ситуации, нам нужно быть умелыми в вере. Не просто иметь веру, но быть в ней умелыми. Аминь. И нам нужно позаботиться, чтобы мы были в церкви, у пастора, который помогает нам с жизнью веры. Аминь. Потому что наш пастор сможет показать нам пример. Павел знал, «Я должен видеть вас лицом к лицу, чтобы я мог повести вас дальше в вере». Письма уже было недостаточно. Прочтение книги недостаточно. Спасибо Богу за это. Просмотр библейских передач – это благословение. Но этого недостаточно, чтобы войти в полноту того, что у Бога есть для нас. Нам нужна помощь пасторов. Аминь. Аллилуйя. Римлянам. Мы не будем сейчас открывать, но в Римлянам 3.27 сказано о законе веры. Я рассказывала о сейфе, который был у меня дома, и что, вводя код, нужно ввести его правильно, чтобы дверца открылась. Понимаете ли вы, что даже когда я нехорошо себя чувствовала физически, если я вводила код, дверца все равно открывалась, как бы я себя не чувствовала. Знаете ли вы, что даже при сильнейшей атаке на мой разум, даже при ужасных испытаниях, скорби, обстоятельствах, что бы я не чувствовала. А разум бывает настолько подавлен, что люди просто не понимают, как вообще из этого всего выбраться. Но вы понимаете, что я все равно могла подойти к этому сейфу, ввести правильный код, и как бы я себя не чувствовала, что бы мне не противостояло, дверца сейфа все равно бы открылась. Не благодарны ли вы, что с верой все точно так же? Вера – это закон. И когда мы предпринимаем конкретные шаги, установленные в законе веры, он всегда работает. Как бы ни чувствовало себя наше тело, с какими бы обстоятельствами мы ни столкнулись, закон не изменен. Аминь. Я не говорю о человеческих законах, потому что люди постоянно изменяют свои законы. Я говорю о божественном законе. Божественные законы неизменны. Аминь. И мы даже видим, что божественный закон выше законов природы, потому что мы видели, как Иисус останавливал действия законов природы, применяя божественный закон веры. Аминь. Взял и пошел по воде. Вода не способна держать на себе человека, но закон веры способен. Аминь. Говорил море утихнуть. Он останавливал законы природы. Почему? Потому что божественные законы превыше законов природы. Именно так, что-то, в чем вы никак не могли разобраться, как оно может произойти, может произойти при помощи закона веры, потому что закон веры перевешивает любой другой закон. Аминь. Итак, в Римлянам 3.27 Библия говорит о законе веры. Задумайтесь об этом. Есть закон всемирного тяготения. Даже когда вы нехорошо себя чувствуете, земное притяжение все равно для вас работает. Вас не унесет с планеты. Вы не будете парить над землей просто от того, что вы не чувствуете, что закон тяготения будет работать для вас. Он все равно будет работать, потому что это закон, который выше ваших чувств. Так? Даже если вы проходите великое испытание, самое величайшее испытание, с которым вы когда-либо сталкивались, закон гравитации работает. Закон гравитации не отменяется, из-за того, через что вы проходите. Я хочу, чтобы вы знали, закон веры тоже не отменяется, из-за того, через что вы проходите. Он работает каждый раз. Каждый раз. Вот почему так чудесно, что Бог сделал это законом. Мы можем быть уверены, что он всегда работает. Люди говорят, «Ну, знаете, вера, бывает, терпит неудачу. Нет такой вещи, как неудача веры. Вера всегда работает. Мы не предпринимаем шаги, которые предписаны в законе веры». Как насчет того, чтобы сегодня утром поговорить немного о законе веры? Найдем закон веры и дадим ему правильное определение. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, Марка 11 главу. Марка 11. И в 24 стихе мы посмотрим на чудесную, божественную вещь, которая нам принадлежит, которая называется закон веры. Те из вас, кто состоит в браке, вы исполнили все требования закона для заключения брака. То есть, вы пошли и совершили церемонию, на которой вы говорили слова. А заметили ли вы, что никогда не бывает так, что вы пришли к священнику или судье, они спрашивают, ради чего вы здесь? Ну, мы пришли, чтобы вступить в брак. И судья просто смотрит на вас и говорит, «Хорошо, вы женаты». Или проповедник просто смотрит на вас и говорит, «О, вы женаты». Они просят вас сказать слова. Почему? Вам нужно повторить слова в их присутствии, а они должны подписать свидетельство о браке, где сказано, что они слышали, что вы сказали эти слова. Запись регистрируется у государства. Тогда это законный брак, и согласно закону вы женаты. И некоторые должны быть очень рады этому закону, потому что, если бы не закон, люди меняли бы этот статус каждый день в своем фейсбуке. «Сегодня женат, завтра нет». На основании того, как с ними обращались, что им кто-то сказал. Нет, это закон. Вы женаты. Нравится вам это или нет? Чувствуете ли вы себя так или нет? Даже если ваше тело плохо себя чувствует, представьте себе, вы женаты. Даже если вы не можете оплатить свои счета, в тот день вы женаты. Почему? Потому что есть закон. Аминь. Итак, законы защищают нас от переменчивости жизни. Так? Они дают нам стабильность, и мы понимаем, где мы. Даже если в браке кто-то рассердился, мы все еще женаты. Мне не важно, что ты сердит на меня, мы все еще женаты. И это дает вам гарантию и уверенность в знании своего места в этом доме. И я так рада, что Бог сделал веру законам. Мы уверены, что закон веры работает каждый раз, чтобы вокруг нас не менялось. У нас нет права говорить, что вера не работает. Бог установил ее как закон, и мы никогда не можем обвинить законы Божьи в том, что они не работают. Если они не работают, то проблемы не в законе. Это мы оплошали. Аминь. То, что у вас был плохой день в браке, не дает вам права встать и сказать, мы больше не состоим в браке. Это не пройдет в рамках закона. Вам придется предпринять шаги, чтобы расторгнуть заключенный вами завет. Но божественные законы не могут быть отменены людьми, потому что не люди их установили. Итак, мы никогда не сможем сказать, вера не работает. Если вы говорите, я верю Богу, и ничего не меняется, тогда просто скажите, у меня несовершенная вера, пастор, помоги мне. Моей вере чего-то не достает. Потому что, когда правильные вещи действуют в моей вере, моя вера работает. И если она не работает, я не в вере. Я не в вере. Хотя я могу знать места писания о вере, хотя я могу исповедовать места писания о вере, нет такой вещи, как неуспех веры. Есть такая вещь, как неуспех человека. Аминь. Слава Господу. Итак, в Марка 11, 24 мы видим формулировку закона веры. Закон веры следующий. Иисус сказал, «Потому я говорю вам все, чего желаете. Когда молитесь, верьте, что получаете это и будете это иметь. Если вы это поймете и будете применять, ваша вера будет работать каждый раз». Но есть следующий стих, который связан с предыдущим, 25 стих, и «Когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого». Итак, Иисус говорит нам, что первичный фактор, который может помешать вашей вере работать, непрощение. Если вы в непрощении, этот закон не вступит для вас в силу. Даже хотя вы произнесли слова, закон не вступил в силу, потому что непрощение аннулирует его в вашей жизни. Есть ли другие препятствия для работы веры? Конечно. Но он называет первичное, основное, на котором люди спотыкаются, и это непрощение. Аминь. Закон веры, согласно Марка 11, 24 таков. Мы верим, что получаем в тот момент, когда молимся, еще перед тем, как видим проявление ответа. Если вы научитесь умело делать это, нет ничего, на что вы не могли бы получить ответ в вашей жизни. Это закон веры. Вам нужно верить, что это ваше до того, как оно появится. И именно на этом многие люди спотыкаются, потому что они поверят только, когда их тело изменится. Они поверят, когда боль уйдет. Они поверят, когда деньги придут. Но я хочу, чтобы вы увидели очень важное слово в Марка 11, 24. Иисус сказал, «Все, чего желаете, когда молитесь, верьте, что вы что? Получаете это. И будете это иметь». Я хочу прочитать так, как там не написано, но многие люди думают, что мы пытаемся сказать им, что именно так нужно верить. Они обвиняют нас, что мы пытаемся сказать, что вера это все, чего желаете, когда молитесь, верите, что оно уже проявилось. И будете это иметь. Мы не просим вас верить, что что-то проявилось до того, как оно проявилось. Мы не этого просим. Не это греческого слова «брать». Верьте, что берете это и будете это иметь. Означает ли это слово «получать» или «брать»? Действия одно и то же. Получать или «брать» это что-то, что вы делаете своим духом. Здесь речь не идет о физическом мире. Речь идет об арене веры, о духовном мире. Аминь. Итак, закон веры таков. Всякий раз, когда вы говорите с Богом, молитесь или высвобождайте свою веру о чем-то. Верьте, что получаете. Берите это своим духом. Скажите, «Я беру это своим сердцем. Я беру это своим духом. И из-за того, что я взял это, теперь оно проявится. Теперь оно появится в физическом мире». Аминь. Это код веры. Когда вы говорите это, когда вы говорите, «Я верю, что я это получаю, не потому, что я это вижу, а потому, что я верю в то, что Бог сказал об этом, я беру это рукой веры». Позвольте мне дать вам пример того, что я имею в виду. Если бы Грент направлялся ко мне в гости, мой сын Грент уже не живет со мной, но если бы он ехал ко мне домой, а я бы позвонила ему и спросила, «Где ты?» Я еду к тебе. «Пожалуйста, по дороге заедь в продуктовый магазин и купи молоко». Он говорит, «Хорошо, я сразу же полагаю, что у меня будет молоко». Так? Я еще не вижу молоко. Но я попросила его, и он ответил, «Да, он его купит, значит, у меня есть право ожидать, что молоко появится». Если он зайдет в дверь без молока, у нас состоится разговор. Почему? Потому что он сказал мне, что привезет его». Библия говорит, что все Божье «да» и «аминь». Он уже сказал вам «да». Поэтому вы можете сказать «Отец, мне нужно то и то, Твое слово обещает мне это». Ты сказал «да» и «аминь» на все твои обетования. Поэтому я знаю, что ты не говоришь мне «нет». Я знаю, что ты говоришь мне «да». Спасибо, что слышишь меня, я беру это». И с этого момента вы верите, что это движется к вам. После он отправится в магазин и это молоко приближается ко мне так же, как он приближается ко мне. Так? Это молоко двигается к моей жизни. Я его не вижу, но знаю, что молоко в пути. У меня будет молоко и ему уж лучше не заявиться без него. Так? Вы точно так же можете возлагать ожидания на Бога. В то мгновение, как я это сказала и высвободила свою веру, он меня услышал. И он уже сказал «да», до того, как я попросила. Почему? Потому что Божье обетование это ваш ответ «да», в котором вы нуждаетесь. Потому знаете, в тот же момент, как вы просите и высвобождаете свою веру, этот ответ начинает двигаться ближе и ближе к вашей жизни. Ну, уже прошла неделя после моей молитвы, ну и что, молоко все равно в пути? Ответ все равно в пути, исцеление все равно в пути, ответ двигается ближе и ближе к вашей нужде. Вот что он имеет в виду под всякий раз, когда молитесь, верьте, что получаете это, верьте, что вы берете это. Вот чего он просит, чтобы вы верили, что ответ начинает двигаться в вашем направлении. Это закон веры. Я говорю, это закон веры. Вам любой ответ на вашу нужду существует в двух формах. Он существует в невидимой форме и существует в видимой форме. Вам нужно верить, что он ваш, пока он еще в невидимой форме. Понимаете, когда я позвонила Гренту и сказала мне нужно, чтобы ты привез мне молоко, оно было невидимым для меня, но оно было в своей видимой форме в супермаркете. Он идет туда, где оно видимо. И несет его мне, потому что когда оно было для меня в невидимой форме, я сказала принеси. И он несет. Ваш ответ не невидим для Бога, он невидим только для вас. Ваш ответ находится у него. Ваше обеспечение у него, ваше исцеление у него, ответ на ваши обстоятельства у него. И для него это не невидимо. Это невидимо для вас. И он хочет, чтобы вы верили, что ваш ответ под его контролем, что у него есть доступ к нему. Он автор вашего здоровья. Он ваш целитель. Он ваш обеспечитель. И когда он приходит, он приносит с собой все, чем он является. Это значит ваше исцеление приходит, ваше обеспечение приходит. Но прежде чем вы это увидите, вам нужно знать, что он это видит. Аминь. Вот что имеется в виду во втором послании Коринфянам 4 главе, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое. Ваше исцеление невидимо для вас, но оно видимо для Бога. Ваше процветание невидимо для вас, но оно видимо для Бога. Так что вы верите на основании того, что видит Бог, а не на основании того, что видите вы. Помню, много лет назад я проходила испытания, и я, кстати, была на этом куске земли до того, как мы даже построили здание церкви. И это было тяжелое испытание для меня. И я ходила по церковной земле и провозглашала слово. Я провозглашала слово, и Бог сказал мне, «Нэнси, ты можешь успокоиться. Я уже видел конец этого, и ты победила». Библия говорит, что он от начала знает, что будет в конце. Что это значит, он от начала знает, что будет в конце? Когда вы находитесь на начальном этапе чего-то, он уже видел конец этого. Ему известен конец самого начала. Он знает результат. И что же делала я? Я высвобождала свою веру, но я была в панике. Я делала это из состояния тревоги и состояния страха. И он сказал мне, «Нэнси, ты можешь успокоиться». Он не сказал мне перестать исповедовать, он сказал мне делать это из состояния покоя, потому что он сказал, «Я уже видел конец, и ты победила в этой ситуации». О, раз я победила, теперь я могу это исповедовать с радостью, а не исповедовать слово в панике, пытаясь заслужить что-то. Потому что ваш ответ «Видим для Бога». И хотя он невидим для вас, скажите, «Отец, я верю тебе, в твоих руках мой ответ, ты автор моего ответа, я беру его». Он хочет, чтобы у вас был ответ, он не пытается его удержать от вас, он хочет, чтобы он достиг вашей нужды, но для этого вам нужно высвободить свою веру в получении его. Часто люди ждут, чтобы Бог дал им их ответ, они ждут, когда мой ответ появится, когда мой ответ придет, когда он придет, когда он придет, они ждут, чтобы Бог принес их ответ, но они не совершили акт получения. Как же совершить акт получения? Иисус сказал, «Все, чего желаете, когда молитесь, верьте, что получаете это». Это ваша часть. В чем заключается ваша часть? Все, чего желаете. У вас должно быть желание. Когда вы чего-то желаете, это значит, вы не сдадитесь, пока не получите это. Именно о таком желании он говорит. Он не говорит о тех, кто легко сдается. Он говорит о ком-то, кто желает чего-то и не забросит это, пока не увидит исполнение этого желания. Часто люди думают, что у них проблемы с верой, когда на самом деле у них проблемы с желанием. Они не желают этого по-настоящему. Они недостаточно сильно этого хотят, не особо хотят, и поэтому их вера не работает. Они не настолько этого хотят, чтобы продержаться. Они выпускают это из руки веры при малейшем рывке. Чтобы ваша вера работала, ваше желание должно быть сильнее той ситуации, в которой вы находитесь. Вам нужно хотеть своего успеха больше, чем дьявол хочет вашего поражения. Если его желание вашего поражения сильнее вашего желания победы, угадайте, кто победит? Тот, чье желание сильнее. Итак, наша часть, во-первых, желать чего-то, а значит, не сдаваться, пока не получим, не отступать, не колебаться туда-сюда изо дня в день. «Сегодня мне это важно, вчера не было важно, на следующей неделе посмотрим». Так вы не получите. Почему? Потому что дьявол поднимет противостояние и потребуется настоящее желание, чтобы не сдаться в своей вере. Итак, наша часть, все, чего желаете. Нам нужно этого желать. Во-вторых, когда молитесь, нам нужно молиться. Аминь. Что это значит? Говорите об этом с Богом. Многие люди даже не осознают, что именно в этом они оплошали. Они так долго говорили об этом с людьми и думали, что так они приносили это Богу. Они поговорили об этом с супругом, пошли поговорили со своим начальником о том, как сильно им нужна прибавка к зарплате. Они даже не говорят об этом с Богом. Если вы будете говорить об этом с Богом, вы перестанете говорить об этом с людьми. Мне нравится, что брат Хеген сказал одному молодому человеку, который с ним работал. Тот так любил и уважал папу Хегена и спросил его, брат Хеген, могу ли я чем-то вам помочь, что-то для вас сделать? Он вот как спросил, есть ли что-то, в чем вы нуждаетесь? Он ответил, если бы у меня была нужда, я не тебе бы об этом говорил. Что он имеет в виду? Я не привык рассказывать свои нужды людям. О таких вещах я разговариваю с Богом, но большинство людей рассказывают другим людям в поисках сочувствия или отзывчивости. Но если вы хотите иметь сильную веру, вы не будете пытаться побудить людей восполнить вашу нужду. Все, чего желаете. Когда у вас есть желание, если это настоящее, желание несите его к Богу. Он все может исправить, он все может обеспечить, он может принести решение и нужный вам ответ. Итак, наша часть иметь желание, наша часть говорить об этом с Богом, и, наконец, наша часть получить это, совершить акт получения. Это не означает проявить ответ. Это значит совершить акт получения. Как это сделать? Я верю, я получаю это сейчас. Так вы совершаете этот акт. Часто люди просят и удивляются, почему мой ответ еще не пришел, а совершили ли вы акт получения этого ответа? И вам нужно регулярно совершать акт получения, иначе вы не особо этого желаете. Если вы только разок это упомянули, не так уж сильно вы этого хотите. Аминь. И вам нужно понять, суть не в том, что вам много раз нужно это говорить, чтобы заработать это у Бога. Вам нужно говорить это много раз, чтобы провести это сквозь противостояние дьявола. Дьявол будет противостоять ответу, двигающемуся к вам. Он будет устраивать помехи, препятствия, отвлечения, все, что угодно на вашем пути, чтобы добиться того, чтобы вы перестали в это верить, чтобы вы убрали свою руку веры до того, как ответ проявится. Он пытается воспрепятствовать, и именно желание помогает вам не сдаться. Я этого не отпущу, я это не отпущу, «Эта работа мне принадлежит, этот дом мне принадлежит, это повышение зарплаты мне принадлежит, я это не отпущу». И не потому, что вам нужно непреклонно заставлять Бога, словно Он пытается удержать ответ, а потому, что вам нужно иметь веру, чтобы преодолеть препятствия, которые дьявол постоянно строит на пути веры. И если вы не способны радоваться предлицом обстоятельств, даже не отправляетесь в этот путь. Когда вы говорите «да» Богу, вы говорите «да» противостоянию. Не противостоянию со стороны Бога. Дьявол работает сверхурочно, чтобы воспрепятствовать Божьим благословением добраться до вашей жизни, и он бросит против вас все виды противостояния. Если вы будете ныть по пути, вы не дойдете до конца. Очень многие люди радуются, покуда нет никакого противостояния. «Ну, я знаю, что Бог сказал мне, что этот дом мой, я знаю, что он сказал мне, что этот дом может быть моим, я знаю, что он сказал мне в это верить, но, Боже мой, все восстало против этого». Но так это знамение, что в этом есть Бог. Почему? Потому что дьявол противостоит всему, зачем стоит Бог. Аминь. То, что есть противостояние, не дает вам права сдаться. Кто дал нам право сдаваться? Кто сказал, что нам можно сдаваться? Иисус Он не сказал, «Будь самым большим дезертиром в городе». Будут вещи, которые попытаются вас остановить, попытаются вас держать. Вам нужно продолжать идти. Поэтому Иисус сказал, «Наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью». Все даю вам власть. Наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью. Наступать – значит шагать по ним. Наступать не значит, что их там нет. Нет, наступать – значит что-то встало у вас на пути, а вы шагаете по нему и продолжаете идти. Он сказал, «Я даю вам право, когда вам что-то противостоит, я даю вам право наступить на это и продолжать идти». Он не дал нам разрешения сдаться, плакать и звонить пастору и просить четырех человек за нас помолиться. Я не принижаю молитву, но когда вы сдаетесь, это не закон веры. По закону веры вы продолжаете идти. Вы совершаете акт получения и не идете на попятную. Вы не отступаете от этого акта. Нет, я получил свое исцеление, слава Богу, и я не отпущу исцеление, которое мне принадлежит. Помню, я месяцами противостояла чему-то, что пыталась пойти не так в моем теле. И каждый день я говорила, спасибо Богу, я искуплена от этого, спасибо Богу, я искуплена. Чувствовала ли я себя по-другому? Нет. Но я получила это, я совершаю акт получения, а уже Божья работа проявить это. Не мое дело это проявить, мое дело встать на закон веры и не сдвинуться с него. И я говорила каждый день, я искуплена от этого. И однажды Дух Божий сказал мне, не переставай это говорить. Что он имел в виду? Ты уже близко, ты уже близко, ты близка к этому. Почему? Не потому, что так я добивалась чего-то от Бога. Я прогоняла дьявола от моего исцеления, от моего здоровья. У нас нет права сдаться. У нас нет права сойти с закона веры. Наше дело, я верю, я получаю. Но когда же деньги придут, этим не вы должны заниматься. Проявление – это Божья часть. Оставьте в покое все, что связано с проявлением. Вы не можете заставить исцеление проявиться. Вы не можете заставить чудо, в котором вы нуждаетесь, проявиться. Но вы можете сказать, я верю, я получаю это. Обратите внимание, и будет вам. Это его часть. Проявление и будет вам. Это Божья часть. Это проявление. А всем, что касается проявления, скажите, это не мое дело. Не важно, когда ответ придет. Не важно, сколько потребуется времени. Не важно, как он даст мне деньги. Это не моя часть. Моя часть, я верю, я получаю это. И всякий раз, говоря это, вы вводите код на двери веры, которая откроется для вас. Аминь. Аллилуйя! 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 Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...